Самое значимое это все-таки зафиксированный уход Тухеля этим летом. Тут и про нового тренера можно говорить, и непосредственно про Томаса Тухеля. Давай с суперобщего ракурса начнем. Ты прочитал эту новость. Какой была твоя реакция? Ну, я подумал, что это довольно компромиссное решение. Подумал, что это компромиссное решение в том смысле, что, наверное, общим сезоном, тем, что происходило осенью, в первую очередь результаты, учитывая, что Бавария фактически пока что лучшая вторая команда в истории Бундеслиги. Никто так много не набирал очков, находясь на втором месте. И понятно, что Бавария сейчас на втором месте именно потому, что Байер слишком крут по результатам и по ходу. То есть мне показалось это компромиссное решение в том смысле, что Тухель не проваливал сезон в каком-то совсем ужасном виде, но должна быть какая-то реакция осмысления на то, что происходит в Баварии на таком более глубинном стратегическом уровне, на том, насколько Тухель подходит или не подходит составу Баварии. И, наверное, ну я как бы это воспринял как скорее данность. То есть в целом у меня такие большие события, они редко когда меня пугают, смущают. Вот забавно, вот если сравнивать на контрасте с Нагельсманом, типа когда я тогда узнал, я просто офигел. То есть я сразу пошел в Твиттер, смотрел дальше источники, когда первые слухи были. Я не понимал, что происходит. Я пытался найти какие-то очевидные ответы, почему так. Здесь же была реакция типа, окей, давайте смотреть, что будет в последующие там несколько месяцев и кто там будет дальше тренером. То есть просто как бы воспринял это как рабочий момент такой. Смотри, я думаю, мы еще подробно обсудим непосредственно игровые проблемы, позиционную атаку Баварии. Но давай попробую тоже с такого общего захода начать и процитирую Рафа Хёнинштейна, известного эксперта, автора The Athletic. Вот был перевод его мнения в прекрасном телеграм-канале Bayern des Samomia. Можете на него подписаться. Там очень-очень много именно таких точных апдейтов по Баварии выходит. Вот самое важное и с источником очень классно работает автор канала Ольга. В общем, переходим к Рафе Хёнинштейну. Мне кажется, от его мнения очень тут можно здорово оттолкнуться. В общем, он указывает на то, что в качестве примера, что не так было в отношениях Туфеля Баварии, он указывает, что Туфель получил комбинацию, которую посчитал неработоспособной в центре поля Кимик Горецко. Он был похож на врача, который увидел, что пациенту нужна срочная помощь, но ему разрешили назначить лишь небольшую терапию. Так ощущение Туфеля описывал источник Хёнинштейна. И дальше Хёнинштейн переходит к тому, что ограниченное влияние на состав команды – это одна из причуд мюнхенской работы. И с ней сталкивается в той или иной степени любой тренер. Отличие Туфеля, по мнению Хёнинштейна, в том, что он просто больше делал на этом акцент и не хотел с этим мириться. Начал конфликтовать открыто с руководством. В общем, тебе не кажется, что вот если отталкиваться от такого взгляда, то, что у Баварии есть такая причуда, во-первых, а во-вторых, есть очень сильный костяк, который очень хорошо знает, как надо делать. Кстати, если вот посмотреть эти составляющие, то можно рассмотреть тут что-то вроде постмауриньевского Челси. Я еще вот про первый Челси его говорю. Когда там были Терри, Лэмпорт, Чех, Драгба. И вот эти вот игроки, где-то примерно такой же костяк можно у Баварии сейчас тоже смотреть. Это и Кимих, и Нойер, и Мюндер. Это игроки с очень четким пониманием, как должна играть команда. И с пониманием, что чуть что руководство, на самом деле, даже если руководство немножко формально меняется, все равно руководство станет на сторону игроков. И вот ограниченное влияние тренера на формирование состава, плюс власть игроков. И у нас вот получается формула такого клуба. Я не говорю, что это обязательно клуб плохой. И Челси тогда после Маурини добивался хороших результатов. И Бавария сейчас периодически выстреливает выше всяких похвал. Но это делает команду очень трудноуправляемой. И Тухель, на мой взгляд, пытался эту систему сломать. Во-первых, согласен ты с такой характеристикой этой системы. Надеюсь, люди еще с нами не потеряли нити. А во-вторых, был ли у Тухеля шанс? Стоило ли ему быть сговорчивой? Ну, собственно, вот главный вопрос в конце. И в оценке этой ситуации, мне кажется, еще важен другой вопрос. Что ему обещали Канн и Салихамиджич, когда он приходил в клуб? Потому что я не очень понимаю просто, как это работало на стадии даже переговоров. Когда, ну окей, даже при Нагельсмане, но все-таки есть очевидный костяк новой Баварии в виде Кимиха и Горецки, когда акции Нойера падают вниз, когда Мюллер, он играл чуть чаще, чем сейчас. Но все-таки понятно, что Мюллер, его эпоха двигалась к закату. То есть было два очевидных лидера. И было бы странно не обсуждать вопрос о том, ну как они там, допустим, у Тухеля будут играть, как их Тухель видит. И потому что, на мой взгляд, это главная, так скажем, оппозиция вот этого состава, который как бы не принимает Тухеля, его идеи, может быть, тренерский стиль. Ну и, собственно, концепта тренерской мысли Тухеля. И вот если на таком уровне столкновения, то есть это не вопрос молодых игроков, как он там развивает, не развивает, допустим, Теля или, знаете, может, Павловича, который появился по ходу этого сезона. То есть вопрос фундаментальный и непонятно, как он решался на уровне переговоров. И это понятно, тут, опять же, вопрос больше про спортивный менеджмент в Баварии, как Канн и Слихамиджич ужасно работали в данной ситуации. Но также меня смущает именно во всем этом то, что у Тухеля, на мой взгляд, все равно был очень сильный состав. Мне просто тяжело проводить параллели с Челси, потому что, ну, я, очевидно, то, что происходит сейчас в Баварии, знаю гораздо лучше, чем тот Челси. То есть в целом образ примерно тот, что ты описал, но в деталях я не могу сильно погружаться. Мне кажется, что в Баварии состав, правда, очень сильный. Это центр защиты довольно агрессивный, который при этом может играть не только с высокой линией защиты. Это агрессивный центр поля Кимик-Горецкий, который в правильных настройках у Нагельсмана во втором сезоне уж точно. Хотя и в первом, допустим, осенью Кимик был в нереальной форме. То есть это тоже очень сильный центр, очень сыгранный центр, понимающий друг друга. Это Харри Кейн, наверное, лучший центр-форвард мира, учитывая, что Холлан там, допустим, ненадолго вылетал. И если брать темп, то Кейн, наверное, даже сильнее Холлан в конкретный сезон пока что. Есть Сане, который может быть силен не только в контратаках. Есть Мусиала, который силен не только при свободном пространстве. Это один из сильнейших игроков на ограниченном пространстве за счет дриблинга и поиска пространства. То есть по факту Бавария очень сильный состав. И тогда вопрос, как его использовал Тухель. То есть опять же, я сейчас сказал про сильные стороны, но понятно, что там был вопрос по тому, что глубина состава в защите была странной, проблемная позиция правого защитника. То есть это не какой-то состав мечты. И понятное дело, что точно не состав мечты Тухеля. Но это все равно состав для топ-клуба, с которым можно доминировать, именно доминировать по содержанию игры. И мне кажется, что Тухель, в свою очередь, со своей стороны не проявил нужных адаптаций. То есть он показался довольно твердолобым. Хотя мне казалось очень, что есть какие-то подвижки, вот особенно в теме Кимиха и Горецки. Но довольно быстро это все испарилось, что ли. И я понимал, что как бы Кимих и Горецка пытаются адаптироваться, но у них не очень получается это. Они в этом футболе выглядят странновато. Горецк слишком низко к центральным защитникам, то есть нет его фирменных подключений в атаку. У Кимиха нет той агрессии без мяча и, так скажем, смелости введения, смелости игры в пас при владении. В общем, как-то все это так наслоилось. То есть понятно, что тут вопрос и спортивный менеджмент, он, наверное, даже глобальнее. Но, на мой взгляд, то, что как работал Тухель, это скорее спорная работа как минимум. То есть я бы точно не оправдывал за то, что случилось. Слушай, не могу вообще и близко тут с тобой спорить. Прямо нечего возразить. Тоже, мне кажется, если ранжировать эти проблемы, то, конечно, можно говорить о некоторой широкой проблеме того, в каких условиях оказываются все тренеры Баварии. Но Тухель все равно получил ресурс, из которого можно было намного больше выжимать. Ну и плюс конкретные решения, до которых мы сегодня доберемся, но они иногда просто фейспалмы вызывают.